Приветствую, друзья! В один прекрасный день, вдохновленные призывами либеральной оппозиции и рассерженной коррупции чиновников, миллионы российских граждан выйдут на улицы Москвы и других российских городов. Они откажутся уходить с проспектов и площадей, их будет так много, что власть просто не сможет их разогнать или игнорировать их требования. Мирный и очень массовый протест будет продолжаться несколько дней, затем режим не выдержит и падет. Из власти уйдут наиболее одиозные коррумпированные фигуры, будут отменены самые репрессивные законы, сняты все электоральные ограничения, а разогнанным Панфиловским избирком проведены честные и свободные выборы. На этих выборах победит кандидат от демократической оппозиции, который и поведет Россию к прекрасному будущему. Этот сценарий смены власти хорош практически всем, кроме того, что он абсолютно неосуществим. Во-первых, в условиях диктаторского репрессивного режима миллионы людей не выйдут на улицы. Как минимум, слишком высоки издержки протеста и слишком велико понимание бессмысленности выхода. Во-вторых, режим достиг той стадии, когда он просто начнет стрелять по вышедшим на улицу. А в-третьих, впрочем, не важно, что в-третьих, потому что, во-первых, и во-вторых, уже достаточно. Как же тогда будет меняться власть, если она вообще будет меняться? В России окончательно установилась персоналистская диктатура. Не нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить. Россия не равна Путину, чтобы там не говорил Володин. А вот режим – да, режим – это и есть Путин. Соответственно, режим сменится, когда уйдет диктатор. Он обязательно когда-нибудь уйдет ногами вперед. Человек смертен. Даже такой, вечно сидящий на зурпированном троне, как Путин. Но есть вероятность, что он уйдет раньше. При каких условиях это может произойти? Во-первых, в случае поражения в войне. Я бы даже сформулировал по-другому. В случае такого исхода, который российское общественное мнение посчитает поражением в войне. Что это может быть? Может быть, поражение в каком-то одном отдельном крупном знакомом сражении. Или, например, это может быть возвращение Украины к Крыму. Или, может быть, еще что-то. Мы сейчас не можем точно предсказать, что именно российское общество посчитает поражением в войне. Если это произойдет, то Путин превратится для своего окружения из активов в пассив. Какую главную функцию в 2024 году правления он выполняет для своих друзей, сослуживцев по КГБ, для высшего чиновничества? Путин легитимизирует их власть. Он как бы говорит элитам. Воровать вы, конечно, можете и без меня, но только я могу набирать на выборах, пусть с манипуляциями и фальсификациями, убедительный процент. Но если Путин проигрывает войну, он теряет популярность, теряет рейтинг, теряет способность ссылаться на народную поддержку. Проигравший войну диктатор перестает быть человеком, который обеспечивает своим вассалом власть. В такой ситуации, условно, и Собянин, и Львишустин будут более популярны у народа. А раз Путин не обеспечивает сохранение власти, то зачем он вообще? Тем более, что минусов от него хватает. Санкции, изоляция, снижение денежных потоков. Поэтому в случае, если общество посчитает, что война проиграна, Путин не продержится долго. Что же дальше? Отмена репрессивных законов, отставка Памфиловой, выход политзека в честные выборы снова нет. Для этого сценария необходимо, чтобы большая часть общества была заинтересована в нем. А на это пока рассчитывать не приходится. Какой расклад политических сил будет после Путина вне зависимости от причинного ухода? Процентов 15-20 будут составлять национал-патриоты. Это те люди, которые будут считать поражение или недостаточный успех в войне унизительными. И будут выступать за продолжение и ужесточение войны. Или за военный реванш в случае поражения. Политическими представителями этой группы могут стать условные Пригожин, Гиркин или Малафеев. А может кто-то еще другой из пока неизвестных нам фигур. Группа национал-патриотов не очень большая. Но она активная, агрессивная и, главное, состоящая из людей, привыкших держать оружие и решать политические проблемы боем. На другом краю политического спектра будет демократическая оппозиция, которая представляет приблизительно такие же 15-20% населения. У этой группы, надеюсь, тоже будет вооруженная поддержка. И поскольку сейчас люди, проживающие на территории под российским флагом, воюют по обе стороны. Но будут и возможности для коммуникации с Западом. Неплохие медийные ресурсы и репутация, не запятнанная участием в агрессии. Большая же часть населения, включая бюрократию и высшее чиновничество, будет где-то между этими двумя полисами. Политическими лидерами этого постпутинского большинства, скорее всего, будут уже упоминавшиеся условные, конечно, Собянин, Мишустин, ну или кто-нибудь еще из числа высшей невоенной бюрократии. Как же будет решаться вопрос о власти и будущем страны в такой конфигурации? Есть несколько вариантов. Начнем не с самого вероятного. Путин оставляет преемника, причем настолько сильную фигуру, что этот преемник полностью заменяет своего предшественника на месте диктатора. Я не верю в этот вариант. Диктатура персоналистская, диктатора так просто не заменить. Да и Путин побоится заранее презентовать элитам преемника, чтобы те не переориентировались на новичка. Готовите ли вы своего преемника? А если назвать преемника в последний день на троне, то и слушать уже никто не будет. Следующий вариант, самый опасный. После Путина к власти приходит национал-патриот. Их, как я уже говорил, не так много, но они радикально, агрессивно и организованы. Это люди с оружием, прошедшие войну и пользующиеся комплексами и веймарским синдромом, униженного военным поражением населения. К тому же власть уже старательно готовит для этих людей идеологическую базу. Приход национал-патриотов к власти будет означать продолжение или возобновление военной агрессии. Результатом чего станет уже действительно полноценное военное поражение с возможной оккупацией, гражданской войной или распадом страны. Но в любом случае, при этом варианте развития ситуации, страну ждет достаточно долгий и тяжелый период, который она может не пережить. И чем дольше ожесточеннее идет война, тем этот сценарий вероятнее. Следующая возможность. После ухода диктатора к власти приходит представитель невоенных элит, высшей бюрократии, крупного бизнеса, к тому же известный большинству населения и устраивающий его. Очевидно, что в военных или послевоенных условиях у новой власти будет необходимость в короткие сроки поднимать и удерживать уровень поддержки у населения. Это можно сделать двумя способами. Первый вариант. Играть на десантименте, на милитаризме, на национальном унижении. То есть, по сути, использовать ту же путинскую национал-патриотическую риторику. Но это будет означать превращение власти технократов и бюрократов в Путина 2.0 или потерю власти в пользу более радикальных национал-патриотов. Ну, то есть, тот вариант, о котором мы говорили раньше. Второй вариант. Для сохранения легитимности и популярности новой властью из числа нынешней элиты заключается в том, чтобы предъявить обществу быстрые экономические успехи. Люди намного готовы закрыть глаза, когда им сыто и богато. Но вот как условному Собянину или Мишустину достичь быстрых экономических результатов? Ответ просто. Отмена санкций. А для этого нужны нормализация отношений с Западом и определенная демократизация политической жизни в России. И здесь правительство постпутинских бюрократов неизбежно будет вынуждено учитывать интересы оппозиции и регионов. Оппозиции антивоенной демократической. И вот это, по сути, единственный оптимистичный сценарий смены власти. Но для этого российская демократическая антивоенная оппозиция должна стать, если не единой, то хотя бы консолидированной силой. Для чего? Пока даже при самых благоприятных раскладах российская оппозиция даже в совокупности не может претендовать на поддержку большинства населения. И тем более этого не могут достичь отдельные группы внутри оппозиции. Но занимая согласованную позицию по отдельным вопросам, оппозиция может стать такой силой, которая будет необходима постпутинской власти для получения контрольного пакета. И вот это очень важный момент для осмысления того, за что мы, демократическая оппозиция, реально боремся. А боремся мы не за будущую власть. Мы боремся за влияние на будущую власть. Ни у российской демократической оппозиции в целом, ни у одной из ее групп, тем более, нет достаточной поддержки, чтобы получить власть демократическим путем. Можно льстить себя рассказами о победе на первых же честных выборах. Но кто назначит и проведет честные выборы, на которых победит представитель демократической оппозиции? Национал-патриоты? Да, они, скорее всего, просто выборы отменят. Пусть путинская бюрократия и чиновничество? Зачем им это? Они могут получить нужные результаты старым способом, фальсификациями и админаресурсом. Означает ли это, что у демократической оппозиции нет шансов? Нет, конечно. Просто это не электоральные шансы, не надо себя обманывать. Война полностью изменила правила игры, свела все к наличию силы. Есть ли такая сила у оппозиции? У координирующей свои усилия есть. В общем и целом, российская демократическая оппозиция имеет легитимный голос на Западе. Голос относительно санкций, голос относительно представительства страны в мире. Голос относительно антивоенной позиции общества. А еще у демократической оппозиции есть медийный ресурс. Не подавляющий, но существенный. Не переворачивающий влияние телевизора, но в чем-то сопоставимый с ним. Этот медийный ресурс, как и влияние на мировое сообщество, может быть той силой, из-за которой оппозиция получит право голоса. Возможность иметь влияние на постпутинское устройство власти и на путь, которым двинется страна. Надо понимать, что это влияние ограничено. Сколько людей, посмотревших замечательный фильм «Дворец», вышло на улицы в относительно тогда еще безопасных условиях? Десятки тысяч, а нужно миллионы. Это произойдет только в том случае, если ресурсы оппозиции будут консолидированы и скоординированы по главным вопросам. Радикальные, умеренные, более чем умеренные, все вместе. Тогда голос демократической оппозиции придется учитывать. Она станет игроком в политическом пространстве. Наряду с регионами, конечно. А если нет, то обойдутся без нас. И это важный момент. Подавляющее количество грызней и разборок в оппозиции происходит из-за дележа того, кто тот лидер, который получит власть. Разговор на самом деле о власти не идет. Никто не получит. Вот исчезнет завтра Путин, а власть на волне военных настроений перейдет либо к ставленнику национал-патриотов, либо к путинской же бюрократии. Вот вы всерьез считаете, что они выпустят политзеков, объявят честные выборы, дадут Навальному эфир на Первом канале, чтобы ему было проще избраться президентом и всех посадить? Нет, конечно. А зачем им это? Или вы думаете, что на улицу выйдут миллионы и заставят новую власть это сделать? А почему это вдруг произойдет, если не происходило раньше и не происходит сейчас? Законы-то останутся прежними. Силовики тоже. Зачем новой власти проводить свободные выборы, которые она может проиграть? Если есть опция не проводить, либо провести фейковые по старым правилам. Демократическую оппозицию будут учитывать только если она либо силой заставит это сделать, либо станет выгодным союзником. А лучше и то и другое вместе. А это значит, нам надо иметь ресурс, о чем я уже говорил. Мы должны уметь говорить с теми, кто не во всем с нами согласен. И это тоже важный момент. Если мы хотим изменить нашу страну в сторону демократизации, то очевидно мы можем это сделать только демократическим путем. А значит нам нужно иметь поддержку большей части населения. Больше, это точно больше половины. А по некоторым вопросам понадобится и еще больше. А значит нам придется по каким-то вопросам убеждать и договариваться и с путинскими чиновниками, и с голосовавшими за единую Россию, и много еще с кем. Я бы сказал так, договариваться придется со всеми, кроме военных преступников. А мы не можем договориться даже в своей среде. Мы не можем принять тех, кто переосмыслил свои поступки и раскаялся. А как в таком случае мы собираемся получить поддержку больше половины населения? Или план в том, чтобы проводить демократические перемены недемократическим путем? Ну так мы это уже проходили, закончилось так себе. И давайте не забывать, сила, приходящая к власти без опыта консолидации и компромисса, без привычки учитывать интересы меньшинства, говорить на равных, такая власть гарантированно будет авторитарной, отличающейся от ранней путинской только фамилией. Резюмирую. Для российской демократической оппозиции сейчас не этап борьбы за власть, а этап консолидации и координации сил для возможности влияния на будущую власть. Наши возможности лежат в сфере медийного влияния, влияния на мировое сообщество, на путинскую бюрократию федеральную, региональную, в сфере наращивания наших силовых возможностей. Чтобы эти возможности стали ресурсом, необходима координация и выработка общих принципов по ключевым вопросам, в частности по вопросам санкций и по отношению к отмежевавшимся от режима людям. В отсутствие этих общих подходов и принципов мы получаем либо необязательные и вредящие всем скандалы, либо вызывающие вопросы на предмет собственной коррупции ситуации. Ну и нельзя забывать главное. Российская демократическая оппозиция должна согласованно выступать с антивоенных позиций. Война агрессивная, развязавший ее режим преступный. Украина в границах 1991 года. Это базовый конструирующий вопрос. И это морально-идеологическая и политическая основа для демократической оппозиции. Счастливо вам. Важно не забывать про идеалы, но оценивать ситуацию рационально.